Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Стартует главный конкурс на Доме-2. 12 пар будут бороться за главный приз – однокомнатную квартиру в Москве. Каждую неделю путем зрительского голосования одна из пар будет выбывать из конкурса и к сентябрю мы узнаем имена победителей. Катя Жужа покидает остров любви. Она считает, что ребята, которые недавно уехали из Сейшел, это самый крутой состав, который только был на Доме-2. Марина Африкантова нравится сразу двум новеньким участникам. 18-летний Роман Капаклы приглашает девушку на свидание. Также Фил Кострубов сказал, что Марина внешне ему нравится, но они с Ромой товарищи. Если у Марины с Ромой ничего не получится, тогда Фил будет с ней общаться. В связи с тем, что с острова на поляну вернулись три пары, то началась борьба за комнаты. Двум парам не хватает спальных комнат. Ирина Михайловна Донцова готова уступить в свою комнату, но желательно своей дочери с Лешей Купиным. Абрамсон старшую тоже хотят выселить из ее комнаты. Дима Лукин советует Маше Кахно взять себя в руки и выбирать достойных, а не такого, как Рома Гриценко. Он назвал Рому недоразвитым ребенком. «Машка, беги от такого галопом», – пишет Лукин. «У нас с тобой при всем сумасшествии такого дебилизма не было, а этому восьмикласснику готов лично купить мороженое». Никита Шалюков хоть и помирился с Юлианой Богомоловой, но не скрывает, что былых чувств уже нет. Он дал их отношениям неделю испытательного срока. Ольга Бузова в очередной раз разделась. Она приняла участие в фотосессии для одного из популярных глянцевых журналов. В комментарии Бузова отметила, что считает свою фигуру идеальной. «Я, может, не красавица, скорее симпатичная, но фигура у меня идеальная». Рита Марсо похвасталась шикарным подарком. Ее муж Павел, который далеко не романтик, преподнес девушке огромный букет цветов и красивое колье. Ксению Бородино обвинили во вранье. Она выдает за свой бренд одежду из китайских магазинов. Особенно пользователей впечатлила разница в цене. На Алиэкспресс футболка стоит 300 рублей, а у Бородиной точно такая же стоит 2 300. И еще один обман от Бородиной. В день независимости США она решила накупить брендовых вещей со скидкой до 70%. Об этом она сообщила в своем блоге. Подписчики перешли по указанным ссылкам, чтобы сделать выгодные покупки. И здесь же Бородину разоблачили. Оказывается, такие большие скидки были в июне. И Ксения просто нагло обманывает подписчиков ради рекламы. В сети появились телефонные откровения Антона Гусева по поводу Вики Романец. Он проболтался, что никогда не хотел детей от Романец, ведь они могли бы родиться огромными и жирными. Кроме того, Гусев поставил под сомнение ее хозяйственность, которой Вика так гордится. Он сказал, что вряд ли найдется много желающих на ее руку и сердце. Ну а Романец хвастается очередным красивым букетом из 101 розы. Некоторые считают, что это все-таки Антон Гусев подаривает девушку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.